МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Властей по всей стране и в Кишиневе пытаются справиться с последствиями сильного снегопада. Тело новорожденного ребенка было найдено на мусорной свалке в селе Нишхан и Каларажского района. Предположительно, младенца положили в полиэтиленовый пакет и выбросили. Команда дипломатической миссии Республики Молдова в Евросоюзе будет расширена на 13 новых должностей в связи с началом переговоров о вступлении в ЕС. Соответствующий проект решения был принят исполнительной властью. Вернувшись из Германии после лечения, артист Ион Суручану выразил слова благодарности своим поклонникам и всем тем, кто поддержал его в трудные минуты. Снегопад и сильный ветер по всей Молдове. Движение на некоторых участках дорог практически невозможно из-за снежных заносов. На национальных трассах произошел ряд аварий. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили и о случае родов прямо в машине скорой помощи. В социальных сетях размещены видеокадры со стоящими без движения троллейбусами в Бельцах и Тирасполе. Утром власти объявили, что из-за снегопада 63 населенных пункта остались без электроснабжения. Решением вопросов, связанных со сложной погодной обстановкой в стране, занимается Центр управления чрезвычайными ситуациями. Прошедший накануне дождь сменившийся снегопадом стал причиной аварии в ряде регионов страны. Возле села Александрины Суджирейского района столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыли два экипажа патрульной полиции, три машины скорой помощи и бригада спасателей. В Боричанском районе из-за сложных метеоусловий и неочищенного дорожного покрытия автомобиль вынесло с трассы. На размещенных в сети видеокадрах полицейские вместе с другим мужчиной выталкивают машину из колеи на обочине дороги. Сложные условия трафика и в Еденицком районе. В Ханчештах, как следует из размещенных в соцсетях видео, автомобили встали вдоль трассы. Находящийся на месте экипаж полиции оказывает водителям и пассажирам необходимую помощь. Вблизи села Бокша Фалежского района стоят большегрузные автомобили в ожидании расчистки трассы дорожными службами. До тех пор движение на данном участке невозможно, сообщает полиция. В селе Сручена Еловенского района полиция и местные жители помогли вытащить из снега машину скорой помощи. А возле села Куболта и Ваду Луирашков с Инжирейского района помощь полицейских потребовалась, чтобы отбуксировать застрявшие автомобили. В интернете опубликованы фото и видеокадры, на которых в Аргеевском районе трактора сгребают с проезжей части снег, чтобы не образовались глубокие сугробы. В других публикациях в социальных сетях видно, что машины передвигаются по трассе Аргеев-Кишинёв со скоростью около 10 км в час. В муниципе Бельцы электропровода троллейбусных линий покрылись толстой коркой льда. В результате троллейбусы оказались заблокированными на маршрутах. Людям приходилось передвигаться по городу пешком. Генеральный инспекторат Карабинеров сообщил об обнаружении в седьмом часу утра в Бельцах обрыва провода троллейбусной линии, который свисал и задевал транспортные средства. Во избежание трагедии Карабинеры оцепили опасную зону. На место прибыли работники ремонтных служб, по словам которых, провод был под напряжением и представлял угрозу. Вскоре обрыв был устранён. В Террасполе из-за неблагоприятных погодных условий общественный транспорт передвигался с трудом. На некоторых маршрутах его движение прервано. Пограничная полиция объявила утром 8 января о приостановке проезда для большегрузов через КПП Леушен и Албица. Как сообщило ведомство, румынская сторона ввела временный запрет на проезд грузовиков из-за сильного снегопада и образовавшегося на дорогах гололёда. В связи с сильными порывами ветра и вьюга, и на время было приостановлено паромное сообщение через Днестр у села Маловато. Позже в таможенной службе сообщили, что работа парома возобновится, как только позволят погодные условия. В целях мониторинга ситуации по стране, связанной с неблагоприятными погодными условиями, с 7 января 2024 года начал свою деятельность Центр управления чрезвычайными ситуациями. В настоящее время в работах по распылению противогололёдного материала на проезжую часть задействованы 212 транспортных средств и 170 сотрудников государственной администрации дорог. Работы ведутся на всех национальных, региональных и местных трассах, наиболее интенсивно в северных и центральных районах страны. Сейчас заблокированных дорог нет. По словам Пушкашу, спасатели также были задействованы в разблокировании и извлечении транспортных средств из-под заносов. Сейчас мы можем сообщить о четырёх случаях разблокирования машин скорой помощи сотрудниками ГИЧС в Ханчештах, Дроке и в муниципе Кишинёв. В общей сложности к этому времени зарегистрированы 9 миссий, выполненных сотрудниками ГИЧС по разблокированию транспорта. Речь идёт о Новоанинском, Еловенском районах, Кишинёве, селе Яргора, Лёвского района. Следует отметить и случай родов в машине скорой помощи. К счастью, всё обошлось благополучно. И мама, и новорождённый находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Из-за сильного ветра и метели к 14 часам частично оставались отключёнными от электроэнергии 63 населённых пункта по стране. Позже подачу удалось возобновить почти 16,5 тысячам потребителей. Работы на местах продолжаются. Об этом сообщили в генинспекторате по чрезвычайным ситуациям. По данным Кабмина, всего в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано более трёх тысяч человек. Полицейские сообщают, что с учётом погодных условий по всей стране правоохранители работают в усиленном режиме. В течение дня было зарегистрировано 53 вызова в службу 112 в связи с опасными ситуациями. Согласно обнародованному заявлению, заблокированных дорог к настоящему времени нет, хотя на определённых участках трафик, в частности грузового транспорта, затруднён и ограничен. Более 1400 полицейских обеспечивают безопасность дорожного движения и готовы прийти на помощь водителям. В течение дня сотрудники полиции были задействованы в 349 случаях устранения последствий сложных погодных условий. При их участии были разблокированы 180 транспортных средств, в том числе две машины скорой помощи, пять пассажирских микроавтобусов. Составлены протоколы по поводу 60 дорожно-транспортных происшествий из-за непогоды, в результате которых один человек получил ранение, говорится в сообщении полиции. В государственной администрации дорог сообщают, что для поддержания приемлемых условий движения транспорта использовано более 1576 тонн технической соли, свыше 500 тонн противогололедных материалов. Вместе с тем водители призывают избегать выезда на трассу Кишинёв-Ханчешты, в особенности вблизи села Фундул-Галбини, где движение затруднено. Также на трассе Кишинёв-Унген и Скулень трафик ограничен в направлении Кишинёва, из-за того, что машины не могут въехать на холл у села Корнешты. Невозможным остаётся движение для грузовиков по трассе Бельцы-Фалешты-Скулень возле села Бокша Фалешского района. При возникновении ситуации с высоким риском, граждан призывают обращаться по телефону единой экстренной службы 112. В Галатии перевернулся микроавтобус, в котором было 17 граждан Молдовы, пишет румынская пресса. На место происшествия прибыли спасатели, две машины скорой помощи с Мурт и автомобиль для перевозки пострадавших. По данным журналистов, шквалистый ветер буквально опрокинул маршрутку. Все пассажиры и 40-летний водитель, имеющие двойное гражданство Румынии и Молдовы, благополучно выбрались из перевернувшегося микроавтобуса. 55-летней женщине с жалобами на боли в области груди и руки оказали помощь на месте, прежде чем её забрала машина скорой помощи. Остальные 16 пассажиров и водитель пересели в другой микроавтобус той же пассажирской транспортной компании, осуществляющей перевозки по маршруту Бухарест-Кишинёв. Снег и метель внесли свои коррективы в расписание Кишинёвского аэропорта. Так, некоторые самолёты, которые должны были сегодня вылететь или приземлиться, перенесены на другое время или вообще отменены. В частности, этим утром из Кишинёва с опозданием запланирован был вылет на Баку и Париж. Рейсы на Бухарест на 14.15, Стамбул на 15.15 и Вену на 15.55 аннулированы. Что касается прилётов, то речь идёт о двух задержках, а именно о самолётах, прибывавших в Кишинёв из Милана и Лондона. Из-за неблагоприятных погодных условий на сайте аэропорта сообщается об отмене рейсов из Стамбула в 14.25, Вены в 15.15 и из лондонского аэропорта Лутон в 17.40. Из-за непогоды отменены и десятки регулярных автобусных маршрутов на север и юг страны. Информация об этом была размещена на сайте autogara.md. Таким образом, автовокзалы аннулировали рейсы в Окницу, Дандюшаны, Дрокию и Рыжканы. Кроме того, отменены рейсовые маршрутки в некоторые населённые пункты на юге и в центре Молдовы. Водители, у которых сегодня были рейсы в Кишинёв, говорят, что с трудом добрались до столицы. Я уже час как приехал из Бельц. От Пересечина и до въезда в Кишинёв и весь Кишинёв совсем не расчищено. Вот такие хорошие времена. Очень тяжело. Очень. Дорога вообще не расчищена. Я приехал из Жабки. Только в Сен-Этеуке до границы с Шелданештами расчистили дорогу. А от Салчи и до Кишинёва никто дорогу не чистил. Ни одного трактора на дороге, ни одного дорожного работника. Ничего. Очень трудно. Пассажиров мало, а дорога очень тяжёлая. Очень плохо. Не убирают. Особенно в Кишинёве. Печально. Только машины проложили колею. В сторону Каменки чисто, всё хорошо. До Аргеева доезжаешь нормально. А из Аргеева ужасно. Наша съёмочная группа попыталась взять интервью у представителя администрации Северного вокзала, чтобы выяснить, какой будет ситуация с рейсами в ближайшие дни и когда водители вернутся к работе. Но перед нами закрыли дверь. Мы позвонили в Бюро информации госпредприятия автовокзала и автостанции Южного и Центрального автовокзалов. Однако там не ответили на звонок. По данным портала новости Приднестровья, был отменён ряд рейсов из Тирасполя-Бендер и Григориополя в сёла по региону, а также в Кишинёв. Также из-за непогоды были аннулированы несколько автобусных рейсов из Кишинёва в Бухарест. Приостановлено движение по маршрутам Кишинёв-Тимишара и Кишинёв-Брашов, а также в некоторые населённые пункты Одесской области Украины. Транспорт останется на местах до тех пор, пока погодные условия не станут благоприятными для дорожного движения, сообщается на сайтах автовокзалов страны. На трёх детей, игравших в снегу, сегодня упало трёхметровое дерево. Одного из ребят с переломом руки доставили в больницу. Двое других отделались испугом. Инцидент произошёл в понедельник днём возле многоэтажного дома на улице Христа Ботева в столичном секторе Ботаника. К сожалению, по телефону информацию дать не могу. Если вам нужна информация, можете позвонить завтра в 8 часов, когда будет заведующая отделением. Она сможет с вами побеседовать. Об инциденте рассказала женщина, позвонившая в службу 112, сообщают источники пульсмедиа.мд. Наш телеканал обратился в муниципальную детскую клиническую больницу имени Валентина Игнатенко, чтобы узнать о состоянии пострадавшего ребёнка, но там отказались предоставить информацию. Сильный снегопад и метель в Кишинёве. С утра движение троллейбусов было затруднено, и многие пассажиры были вынуждены добираться пешком. Местные власти распорядились полностью приостановить движение общественного транспорта сначала до 16.00, но позже было решено приостановить работу троллейбусов и автобусов до конца дня. Из-за продолжающихся осадков школы и детские сады было решено закрыть до 11 января согласно решению муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Между тем, многие авто застряли в снегу. На некоторых улицах машины дрифтовали по скользкой дороге, и как минимум в одном случае это стало причиной дорожно-транспортного происшествия. В то же время премырия Кишинёва призывает работодателей в ближайшие два дня дать выходные тем сотрудникам, у которых есть маленькие дети. Утро понедельника у некоторых жителей Кишинёва, которым надо было выйти из дома и отправиться по делам в такую погоду, началось с проблем. Так на улице Олегу Руссо произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. Мы попытались узнать в столичной полиции, есть ли пострадавшие в этой аварии, но на наши звонки так никто и не ответил. В социальных сетях некоторые пользователи жаловались, что из-за снежных заносов не смогли даже открыть двери собственных автомобилей. Другим, которые решили добраться на общественном транспорте, пришлось идти пешком, так как троллейбусы в ряд вставали на дорогах из-за непроходимости, вызванной непогодой. Буксовали и многие другие легковые авто. Такая ситуация была примерно в 9.30 утра. Очень плохо. Очень плохо. Я не знаю, где службы, дороги не чистят. Очень плохо. Ну и кураться, тротуары даже не чистят. А троллейбус стоит здесь уже полчаса. Что делать? Ждём. Если что, то придётся идти. На столичной улице Панахалипа застрявшую в снегу машину помогли отбуксировать сотрудники Национального инспектората по общественной безопасности. На бульваре Троян в секторе Ботаника также встали троллейбусы. Водители троллейбусов были недовольны сложившейся ситуацией. Лёд. И что теперь делать дальше? Хотелось бы ехать дальше, но невозможно. Троллейбус не едет. Что хотите делать? Чего ждёте? Давайте позовём всех людей и толкнём его. Серьёзно. Что делать? Оставаться здесь, что ли? В итоге пассажиры вышли и пошли пешком. Вышло, потому что в гору подняться невозможно. Дорога не расчищена. Что будете теперь делать? До следующей остановки пойду, и оттуда едет другой транспорт. Как вы думаете, другой транспорт поедет? Да, там горка не такая высокая. Здесь холмы. Нормально, что дорогу расчистили. Но вот если снег продолжится... На студенческой улице в столице произошла авария. Автомобиль скатился вниз по скользкой дороге и повредил несколько машин. Кадры в интернет выложил очевидец. Журналисты Пятого канала позвонили в Кишинёвскую премырию, чтобы выяснить, расчищали ли эту дорогу. Расчищают, расчищают. Там ходит троллейбус номер 19, несколько других маршруток. Расчищают эту улицу. Но я передам, чтобы проверили насчет студенческой улицы. От Садовяну до Каля-Архейлу, если что, обработают противогололёдным материалом. После вчерашнего дождя под слоем снега образовался лёд. В катки превратились многие дороги. Около полудня муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила, что движение троллейбуса в Кишинёве будет приостановлено до 16.00 из-за снегопада. Позже было решено не выпускать на городские дороги автобусы и троллейбусы до конца дня. Комиссия также объявила о продлении до четверга, 11 января, каникул в школах и детских садах с последующей отработкой. Также приостанавливается деятельность государственных учреждений, за исключением служб, занимающихся уборкой снега и расчисткой льда, а также работников сферы здравоохранения и спасателей. Муниципальные власти рекомендуют работодателям 9 и 10 января дать выходные работникам, у которых есть маленькие дети. А в Кишинёвском зоопарке заявили, что закрываются на время неблагоприятных погодных условий. Что касается ситуации в городе, то мэр выразил недовольство работой муниципальных служб и попросил вице-примаров самим выйти на расчистку территории и сотрудничать с экономическими агентами для расчистки трасс от снега. Частники, с которыми разговаривал господин Бурдюмов, обещали нам людей на завтрашнее утро, потому что сегодня у них нет водителей для этих транспортных единиц. Мобилизуйте абсолютно всех, кто есть. Вице-примары должны выйти, руководители управления должны выйти на территории, расчистить въезды в город и всю проезжую часть. Напомним, что из-за снегопада и сильного ветра в столице начала работу кризисная ячейка, координирующая в том числе работы по уборке снега и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сильный снегопад, обрушившийся сегодня на Молдову, утихнет в ночь на вторник и завтра прекратится. Об этом пятому телеканалу сообщили в Государственной гидрометеорологической службе. В то же время прогнозируется дальнейшее понижение температуры. На севере страны ночью ожидаются морозы от минус 14 до минус 18 градусов. Между тем, сегодня днем синоптики сменили оранжевый код метеоопасности на желтый. Он будет действовать до 10 января, после чего ожидается небольшое потепление. Синоптики рассказали, что резкая смена погоды в Молдове связана с южным циклоном, из-за которого Государственная гидрометеорологическая служба и объявила оранжевый код метеоопасности. Предупреждение было сделано на период с 7 по 10 января. Начиная с 7 января, южный циклон пересек территорию Республики Молдова. По данным на 8 января, его эпицентр находится над Черным морем, и фронты циклона по-прежнему оказывают влияние на территорию нашей страны. 8 января по прогнозу осадки в виде снега. В ночь на 9 января они продолжатся, но будут гораздо слабее. В Государственной гидрометеослужбе рассказали, что по данным на 14.00 больше всего снега намело в Кишиневе. В столице высота снежного покрова составила 15 сантиметров, в Бельцах 14 сантиметров, в Сороках 11. В то же время в Камрате и в Кагуле снега почти не было, а в некоторых других южных населенных пунктах, например, в Штефанводе, таких осадков и вовсе не наблюдалось. На вторник синоптики понизили уровень метеоопасности с оранжевого года до желтого. Государственная гидрометеорологическая служба обновила предупреждение о резкой смене погоды и изменила уровень опасности с оранжевого на желтый в ближайшие часы и до 10 января, поскольку интенсивность циклона уже снижается. Сегодня снег будет идти, но осадки уже идут на спад. При этом погодная опасность сохраняется. В государственной гидрометеорологической службе отметили, что в южном регионе республики местами сохраняется налипание мокрого снега на электропровода и деревья. 8 января здесь отмечались порывы ветра 7-15 метров в секунду. В ночь на вторник на севере страны ожидается понижение температуры до минус 18 градусов, что несколько превышает норму. В остальных регионах температура воздуха будет соответствовать январским показателям. На юге местами столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля. После 10 января синоптики прогнозируют некоторое потепление. На дорогах Румынии апокалипсис из-за сильных снегопадов и метелей. Как сообщает канал Digi24, в целом от непогоды пострадали 6 миллионов румын. Метеорологи ожидают, что в некоторых районах страны столбик термометра опустится до минус 20 градусов. Сильные морозы уже обрушились на Норвегию и Швецию, в то время как Германия и Великобритания борются с наводнениями. Из-за непогоды затруднено движение на многих дорогах в уездах Бакео, Батошань, Брейла, Бузеу, Ковасна, Горш, Харгита, Ясы, Марамуриш, Нямц, Васлуй и Вранча. Об этом сообщили в румынском центре инфотрафика. По данным канала Digi24, из-за заносов были закрыты два участка национальных дорог в уездах Нямц и Вранча. А на двух участках трасс в уездах Нямц и Васлуй введены ограничения по тоннажу. В уезде Вранча выпали осадки в виде мокрого снега, а на северную часть обрушилась сильная метель. В связи с ухудшением видимости было принято решение закрыть движение на участке между 6 и 14 километрами между населенными пунктами Майконеште-Чуреште. На трассе Фокшаны-Чуреште работает снегоуборочная техника. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и не выезжать на дороге без надлежащего оснащения автомобилей. Источник отмечает, что движение по всем районным дорогам уезда Васлуй затруднено из-за непогоды. Сообщается также, что учителя в одном из населенных пунктов в уезде Ясы не смогли добраться до школы из-за сильного снегопада. По данным властей, движение затруднено во всем уезде. В населенном пункте Бахна, уезда Нямц, по сообщению местного инспектората по чрезвычайным ситуациям, два автомобиля оказались в снежном плену. Для их вызволения обратились к спасателям. Медицинская помощь никому не понадобилась. Непогода обрушилась и на другие страны Европы. Так Норвегию и Швецию накрыли небывалые морозы, а Германия и Великобритания страдают от наводнений. По данным телеканала Евроньюз, скандинавские страны столкнулись с одним из самых сильных похолоданий за всю историю наблюдений. В Осло в минувшие выходные зафиксирован рекордный показатель. Здесь температура упала до минус 31 градуса по Цельсию. Многие горнолыжные курорты, в том числе Хаафьель, где в 1994 году проходили зимние Олимпийские игры, были вынуждены закрыться. В Польше во многих регионах столбик термометра опустился до 20 ниже нуля. В горах выпал сильный снег. В итальянских Альпах, недалеко от границы со Швейцарией, двое туристов погибли под лавиной. А вот в Германии другая ситуация. Хотя уровень воды в реках на западе страны снизился, в некоторых районах сохраняется угроза наводнений. В выходные тысячи пожарных, ремонтников, полицейских и военнослужащих продолжали откачивать воду. Из-за непрерывных дождей в последние недели многие плотины были смыты, и они больше не могут остановить поток воды. Почва также уже не способна впитывать воду, поэтому остановить разливы рек могут только заморозки. Труп младенца был обнаружен на свалке в селе Нишкана Каларажского района. Тело новорожденного положили в полиэтиленовый пакет и выбросили. Пока неизвестно, был ли грудничок мертвым, когда его завернули в пакет. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает мать. Нашему телеканалу удалось получить эксклюзивные подробности по этому делу от жительницы села Нишкана. Мы попытались узнать подробности у правоохранителей, но на наши звонки никто не ответил. Однако жительница села Нишкана рассказала эксклюзивные подробности журналистам нашего телеканала. По ее словам, тело новорожденного обнаружили мусорщики, когда разгружали отходы на свалке в селе. Я сегодня услышала, что они нашли его в мусоре. Приехал мусоровоз, и когда его разгружали, нашли младенца. Но кто, как, откуда? Машина приехала из Калараша. Это не отсюда, не из Нишкан. Но к нам в Нишканы привезли этот мусор. Вы хотите сказать, что мусор из Калараша привозят в Нишканы? Да, да. Более того, по словам женщины, мусорщики якобы рассказали, что отходы, в которых было обнаружено тело младенца, они забрали из мусорного бака возле магазина в Калараше. Мусор мог быть и из печурки, и из рычулы, и из любого села в окрестности. Диана Фитко, руководитель пресс-службы генинспектората полиции, не ответила ни на один наш звонок или сообщение, отправленное в течение дня. В то же время для уни-медиа она заявила, что колоражская полиция была уведомлена об этом случае утром 6 января. Бездыханное тело было отправлено на судмедэкспертизу для точного установления причины смерти. Полиция возбудила уголовное дело, чтобы определить все обстоятельства, а также найти мать грудничка, отметила Диана Фитко. Мы позвонили судмедэксперту города Колораж Николаю Воду, чтобы узнать, был ли ребенок жив в тот момент, когда его выбросили на свалку, но он не ответил на наши звонки. В связи с началом переговоров о вступлении в ЕС, штат дипломатической миссии Молдовы при Евросоюзе будет расширен на 13 новых должностей. Соответствующее решение было принято правительством. По сообщению Министерства иностранных дел и европейской интеграции, ведомство уполномочено инициировать процедуры пополнения штата дипмиссии республики при Евросоюзе. Это предполагает добавление 13 новых должностей, специализирующихся в областях, имеющих отношение к переговорам. Как заявили в МИДЕ, эти должности займут лица, делегированные Министерством инфраструктуры и регионального развития, Министерством финансов, Минцельхоза, Министерством экономического развития и цифровизации, Минюстом, Министерством окружающей среды и Министерством энергетики. Состояние здоровья Иона Суручану улучшилось. Артист обратился к своим поклонникам со словами благодарности. Он написал в Фейсбуке, цитирую, Я не могу подобрать достаточно сильных слов, чтобы выразить свою благодарность каждому из вас, кто был рядом со мной в трудные времена, которые я недавно пережил. Будучи больным, я действительно чувствовал силу сообщества и вашу любовь, которая меня окружала. Каждое сообщение с ободрением, доброй мыслью и позитивной энергией, которую я получил, согревало меня так, что я не могу передать словами. Я глубоко тронут и благодарен за то, что меня окружают такие замечательные люди, как вы. Теперь, радуясь и восстанавливая свое здоровье, я считаю своим долгом искренне поблагодарить вас за безусловную поддержку. Каждый из вас внес свой вклад в мое выздоровление, был источником вдохновения в это трудное время, написал Ион Суручану. Напомним, 17 ноября специальный борт, на котором находилась бригада реаниматологов, доставил артиста из Кишинева в немецкую клинику. В больницу Суручану попал в начале ноября. Его госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии. Почти 170 килограммов пищевых отходов ежегодно приходится на долю каждого жителя Молдовы. Такие данные предоставили нам в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов, отметив, что в праздничные дни объем отходов возрастает примерно на 30%. В связи с этим агентство выступило с рядом рекомендаций. В свою очередь жители Кишинева, с которыми мы побеседовали, признали, что в этот период действительно покупают гораздо больше продуктов, чем потребляют. В то время как другие не могут позволить себе даже самое необходимое. Ежегодно в мире миллионы тонн продуктов питания выбрасываются. И Молдова в этом смысле не исключение. Статистика демонстрирует, что не все наши граждане рационально используют пищевые продукты. Ежегодно каждый гражданин выбрасывает примерно 170 килограммов продуктов. Причем речь идет по большей части о приготовленных блюдах, фруктах и овощах. В период зимних праздников количество выбрасываемой пищи в среднем на 30% больше, чем в обычные дни. Жители Кишинева, с которыми мы побеседовали, признали, что покупают больше продуктов, чем потребляют. И бывает, что выбрасывают приготовленную еду. Особенно часто подобные ситуации происходят в период праздников. Другие рассказали, что больше, чем нужно, не приобретают. И уж тем более не отправляют в мусорное ведро, потому что не могут себе позволить такое расточительство. Остается лишняя продукция. Что вы с ней делаете? А что делаю? Ничего. Тяжу в холодильник, а потом выкидываю, если в городе куда? На мусор. Надо брать, сколько можно, по мере возможности, сколько должен кушать это. Не так, чтобы бросить или отрабиться. Лучше животным кормить, лучше дать этим попрошайкам, в конце концов, дать те остатки еды. Тут ничего такого. Да. Надо более рационально, я считаю. Это вода, еда, это надо более осторожно и рационально относиться. Я за то, чтобы лучше готовить меньше, чем больше, а потом выбрасывать. Потому что сейчас настали такие времена, что нельзя выбрасывать. Жалко. Чтобы не поддаваться соблазну купить что-то лишнее, эксперты рекомендуют составлять список заранее. Кроме того, если идти в магазин или на рынок за покупками голодным, то есть риск купить лишние продукты. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов для сокращения пищевых отходов, которые стали серьезной проблемой во всем мире, дает ряд рекомендаций. А именно, потребителям рекомендуется ежедневно планировать свое питание, использовать продукты, оставшиеся от приготовления предыдущих блюд. Также важно использовать контейнеры для хранения продуктов или замораживать пищу, приготовленную впрок. Для правильного хранения продуктов необходимо внимательно изучать этикетки с подробной информацией о правилах хранения. Кроме того, гражданам рекомендуется перед походом в магазин или на рынок заранее составить список планируемых покупок. Это поможет предотвратить покупку лишних продуктов. Напомним, в 2022 году парламент принял закон, направленный на сокращение пищевых отходов. Документом в том числе оговорен порядок продажи продуктов питания по акционной или сниженной цене, передачи их в дар благотворительным организациям или непосредственно конечным потребителям. Любителей кофе в нашей стране становится все больше. Жители Молдовы превысили среднемировое потребление в 140 чашек кофе в год на взрослого человека. На это указывает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив Вячеслав Иоаннице. В 2024 год необходимо объявить годом кофе в нашей республике, учитывая рост числа любителей кофе, шутит экономист. Что мы думаем? До 2020 года наиболее импортируемыми товарами были растворимый кофе, чай и специи, говорит Иоаннице. Импорт кофейных зерен, по его словам, только в 2021 году превысил импорт растворимого кофе, чая и специй. В настоящее время доминирует импорт кофейных зерен. В 2023 году суммарно импорт растворимого кофе и зерен, чая и специи оценивается примерно в 23 миллиона долларов. Эксперт также утверждает, что 2024 год следует объявить годом кофе в республике Молдова, учитывая, что в 1995 году взрослый житель нашей страны ежегодно выпивал по три чашки кофе из зерен, а сейчас потребляет более ста. Взрослый человек в 1995 году выпивал три чашки кофе в год. В 2000 году был кризис, и мы сократили потребление до полутора чашек в год. Таким образом, наши граждане практически не употребляли кофе. В 2005 году мы достигли 8,8 чашек, в 2010 году 15, в 2015 – 35, а в 2020 году вы уже можете видеть, что у нас резкий рост. В 2023 году мы дошли до 134 чашек кофе, и в 2024, думаю, успешно пройдем рубеж в 150 чашек кофе. Крупнейшим потребителем кофе в мире являются Нидерланды. На душу населения в этой стране приходится 8,3 килограммов кофе в год. Далее следуют Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада и Ливан. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. В завершении хочу напомнить, что за самыми важными новостями вы можете следить круглосуточно на нашем официальном сайте канал5.мд, а также на наших страницах в Фейсбуке и Телеграме. Я же Алисия Коряк, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова